Ладно, не будем отклоняться от тела. Так-так-так, мистер Валентин. Я уж подумала, вы совсем про меня забыли. Ну что ты, Ирма? Я приходил сюда, чтобы вспомнить забытое, но тебя бы я и не забыл никогда. Ха, вижу, ты не растерял Шарма. Амари внизу. Доктор Амари? Да. Я так понимаю, это не праздный визит. Давай ты, Ник. Амари. Нам нужно порыться в памяти одного человека, но это будет непросто. Его зовут Келлок, и он не так давно отошел в лучший мир. Вы что, с ума сошли? Мало того, что вы просите меня надругаться над трупом, вы что, не понимаете, что для симуляции воспоминаний нужен живой мозг? Пожалуйста. Ник сказал, что с этим можете справиться только вы. Амари, в этом мертвом мозгу находится информация об институте. Самый ценный секрет во всем содружестве. Эта информация нужна и нам, и вам. Ладно, я посмотрю, но обещать ничего не могу. Этот мозг. Он у вас. Вот всё, что мне удалось извлечь. Что это? Это же не мозг. Это... Это же... Это гипокомп. И к нему что-то подсоединено. Нейроинтерфейс. Эта схема выглядит очень знакомо. Неудивительно. Насколько я могу судить, все технологии института основаны на общей архитектуре. Продолжайте, доктор. Мистер Валентин, сент более старого поколения. Но, мне кажется, этот имплантат будет совместим с его системой. Но это... Очень рискованно. Понимаете, нам придётся подключить эту штуку напрямую к его мозгу. Не волнуйтесь за меня, Амари. Моя гарантия давно уже истекла. Спасибо тебе огромное, Ник. Спасибо скажешь, когда мы твоего пацана найдём. Ладно. Поехали. Устраивайте фундаменту, мистер Валентин. И скажите, когда будете готовы. Если я вдруг начну зловеще смеяться, как старый наёмник, просто пристрелите меня. Ну, начнём. Говорите со мной, мистер Валентин. Любое изменение когнитивной функции очень опасно. Вы чувствуете себя как-то иначе? Вижу какие-то вспышки, белый шум. Не могу ничего разобрать, док. Этого я и боялась. Воспоминания закодированы. Похоже, это блокировка института. Воспоминания в этом имплантате защищены шифром. Должен же быть какой-то способ обойти защиту? Надо подумать. Шифр слишком сложен для одного разума. Ну что, если использовать два? Я положу вас с мистером Валентином в капсулу памяти и запущу ваши когнитивные функции параллельно. Он выполнит роль хоста. А ваше сознание будет анализировать найденные воспоминания. Хорошо, давайте начнем. Просто присядьте вот тут. И скрестите пальцы на удачу. Увидимся на той стороне. Начинаю глину с мозговых войн между трансплантатом и хвостом. Я вижу минимуманическую активность в трансплантате. Сигналы слабы, но он есть. Мы загрузим в вас самые сильные воспоминания, которые только сможем обнаружить. Они могут оказаться нестабильны. Слышите меня? Отлично. Чимуляция вроде работает, но воспоминания довольно отрывочные. Я постараюсь провести вас по тем, которые сохранились полностью. Будем надеяться, что это поможет нам выяснить координаты института. Вот. Это самое раннее воспоминание, которое мне удалось обнаружить. Не забывайте, вы проживаете эти воспоминания как киллак. Поначалу это может сбивать толку. В моментах мы граждане НКР. Наверное, многим еще придется к этому привыкать. Бред какой-то. Что это значит, мама? Ничего, кони. Люди любят поговорить и при этом надеются, что кто-то их защитит. Учитель сказал, что новая власть все сделает так, как было раньше. Как до большой войны. Не слушай ты этого болтуна. Если тебя там такому учат, то лучше сиди дома. Послушай, кони. Держи-ка. Ты уже большой. Будешь мужчиной в семье. Твоя задача – защищать нас. От твоего отца толку и мало, но ты совсем другой. Ты хороший мальчик. Все эти разговоры по радио – пустой трек. В этом мире тебя защитит только винтовка в руках. Если хочешь выжить, учись из нее стрелять. Хорошо, мама. Я не подведу тебя, честное слово. Ты мой хороший мальчик. Кажется, это не то, что нам нужно. Похоже, в этом временном отрезке есть еще одно сохранившееся воспоминание. Вот оно. Попробуй вот это. Все будет хорошо. Вот увидишь. Но мы здесь никого не знаем. А теперь еще и ребенок. Да ладно, Сара, ведь это наш шанс. Наконец-то у меня нормальная работа. В республике сейчас такую не найдешь. Я же не говорю, что это ошибка. Просто. А чем занимаются эти парни? Они какие-то зеленые. Знаю. Именно поэтому им нужен я. Всего пара лет, и у меня будет своя команда. Нужно только наладить связи. Тогда у тебя будет все, что захочешь. И у тебя, и у малышки Мэри. Раньше я за тебя не волновалась. Наверное, материнские инстинкты срабатывают. Кто бы мог подумать, что они у меня есть. Да ладно, ты замечательная мать. Обо мне не беспокойся. Большую часть времени я работаю охранником уши. Просто стою с суровым ритмом. Ну да, для такой работы ты точно годишься. Слушай, у нас все будет хорошо. Видишь? Это защитит тебя и Мэри. Обещаю. Я знаю, Кони. Здесь мы будем счастливы. Это точно. Вот увидишь. Звездочка, плачь, младенцы. Нормально. Я ее успокою. Продолжайте поиски. Я подключу вас к следующему сохранившемуся воспоминанию. А на какой финал ты рассчитывал, Келлок? Думал, что сможешь нас поймать, а мы тебя не поймем? Так вот, знай, они сдохли, как собачьи. И ты не смог их защитить. Мне удалось найти еще одно воспоминание. Я вас подключу. Может, мы сядем? Да, пожалуйста. Говорят, ты решаешь чужие проблемы. Это правда? Заплату? О, мы тебе заплатим, не вопрос. И ты это все в одиночку делаешь? Ну да. Заплатим, когда закончишь работу. Окей. Как скажете. Так, кого нужно убить? Дело такое. Там, дальше, по реке, живет одна семья. Похоже, мы уже близки к цели. Посмотрите следующее. Мистер Гелак, как хорошо, что вы согласились со мной встретиться. Значит, вы из института. Мне хотелось узнать, действительно ли вы существуете. Существуем, как видите. Что вам нужно? Мне стало известно, что в последнее время вы наносите большой ущерб нашим операциям. Это должно прекратиться. Я делаю то, за что мне платят. Если вас это не устраивает, есть только один выход. И какой же, мистер Гелак? Если я работаю на вас, проблем больше нет. И по слухам, мои услуги вам по карману. Кажется, вы не вполне понимаете, в какую ситуацию попали. Ну от чего же? Хорошо. Псим Дефис 48, активировать. Системы отключены. Потрясающе. Возможно, нам все-таки стоит поговорить. Уже теплее. Одно из следующих наверняка нам пригодится. Похоже, воспоминаний больше не осталось. А, нет, вот еще одно почти целое. Отключаю. Включено ручное управление. Криогенный сон прерван. Компьютер и убежище еще работают. Отлично. Проверяю записи. Надеюсь, просто все, найди их. Камера к шести. В конце коридора. Вот она. Здесь. Открывай. Все кончилось. Мы живы. Звездочка. Почти. Все будет хорошо. Иди сюда. Нет, дай сюда. Малыш, не забирайте его. Отпусти его. Дважды повторять не буду. Шоны я вам не отдам. Черт возьми, шон плачет. Забираем ребенка и Вали. Хотя бы запасной план есть. Повторный запуск криогенного процесса. Почему так долго? Еще немного, Келлок. Осталось только подтвердить. Готово. Можем идти. Я. В общем, извините за то, что вам снова пришлось это пережить. Еще одно неповрежденное воспоминание. Жду вашей команды. Это ваш сын? Воспоминания, похоже, совсем недавние. Так что... Наверное, это хорошая новость. Мальчик, все-таки они сделаны. Ну, то есть, я им не говорю, что она права, но... Понимаешь, мэр ММ, на этот раз он всерьез рассознится. Наверное, нет. Келлок. Все нормально. Когда-нибудь еще так вломишься сюда, и тебе башку отстрелят. Мне важно поменьше светиться перед гражданскими, проехали. Ну, а теперь что у нас за кризис? Новый приказ для тебя. Один из наших ученых покинул институт. В смысле, покинул? Сбежал. Его зовут доктор Брайан Верджил. Мы знаем, что он прячется где-то, в светящемся море. Вот его досье. Ого. Кому-то за такое голову оторвут. Поймать и вернуть или просто устранить? Устранить. Он работал над супер-секретным проектом. Серьезно? Один из биологов? Нифига себе. Ребенка, полагаю, ты забираешь с собой. Именно. У тебя одна задача, найти и ликвидировать вертжила. Ты отведешь меня домой, к отцу? Да. Встань рядом со мной и не шевелись. Ладно. Кс-688 мы с Шоном готовы к переходу. До свидания, мистер Келла. Надеюсь, еще увидимся. Пока. Телепортация. Теперь все ясно. Вход в институт не нашли, потому что его нет. Я вытащу вас оттуда, когда захотите. Только не спешите. Я не знаю, какие побочные эффекты может вызвать эта процедура. Такого еще никто не делал. Как себя чувствуете? Все нормально, доктор. Спасибо. Это хорошо, но вам нужно будет еще сколько-то последить за своим состоянием. Мы не знаем, когда могут проявиться последствия подключения. Ну что, обсудим то, что там произошло? Перед мной прошла жизнь Келлога. Того, кто лишил меня семьи. И кого пришлось убить мне. Верно. Он был человеком, таким же, как и все мы. У его действий, даже жестоких, должны быть причины. И что вы при этом ощущаете? Доктор, я... Я не знаю. Не знаю, есть ли в этой истории правильное решение. Мы отклонились от темы. Самое главное, то, что мы раскрыли главную тайну института. Телепортация. Остался один вопрос, что нам теперь делать? Тот ученый, которого должен был выследить Келлог, Верджил. Его нужно найти. Верно. Наверняка ученый из института может ответить на самые разные вопросы. А где его искать? В светящемся море? Не может быть. Никто в здравом уме туда не полезет, даже тот, кто попал в безвыходную ситуацию. А в чем дело? Что такого опасного в светящемся море? Название говорит сама за себя. Радиации. Ее столько, что в живых там не осталось ничего. Ничего. Хорошего. Это зараженные территории. Зараженная настолько, что может убить человека за несколько секунд. Вот почему у Верджилу не было никакого смысла бежать в это адское место. Одна лишь радиация. Вот почему он пришел туда. Чтобы люди из института не посмели за ним сунуться. Вот в чем дело. Похоже, он использует радиацию светящегося моря как щит. Или маскировку. Чтобы сбить их со следа и получить преимущество. Если Верджил там выжил, то и вы сможете. Только так вы сможете его найти. Доктор, а как мне противостоять такому уровню радиации? Есть препараты. Радха-антирадин. Вам их понадобится столько, сколько сможете унести. И даже больше. Если сумеете добыть герметичный костюм, прекрасно. А, может... Силовую броню. Это был бы идеальный вариант. Не волнуйтесь. С радиацией я справлюсь. Удачи. И берегите себя. Кстати, мистер Валентеуна я уже отключила. Имплант извлечен. Валентеуна ждет вас наверху. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эй, Валентеуна. Надеюсь, тебе удалось найти в моей голове то, что нужно. Ха. Я был прав. Надо было сразу же тебя пристрелить, еще в заморозке. Келлок? Это ты? Что? О чем ты вообще? Ты только что говорил со мной голосом Келлога. Да? А Мари упоминала, что могут проявляться остаточные воспоминания. В общем, я в полном порядке, так что пошли. Мы отправляемся к светящемуся морю. Что скажешь? ХММ. Ну, поскольку я синт, то мне радиация не так страшна, а вот тебе пригодился бы даже старый комплект силовой брони. Ну, или можешь заглянуть к торговцам препаратами и скупить весь антиродин и радха. Ну, пошли, Ник. Пока что мне нравится это приключение. Посмотрим, куда этот путь нас выведет. Покашливаете загружено? Ой, ты не Ирма. Звездочка покашливает, звездочка. В добрососедстве жесть. Кражи, убийства и еще что похуже. Иногда бывает просто необходимо, хоть ненадолго сбежать. Сбежать? В каком смысле? Ну, воспоминания ударятся. Например, одни благодарения в 2071. Мама приготовила огромную индейку. А потом мы все слушали серебряный плащ против капитана космоса. Даже папа был с нами. Вы про серебряного плаща слушаете? Вот он бы нам пригодился. Как бы ни было плохо, он всегда всех спасает. Мы слушали все серии, ни одной не пропускали. То есть во время первого эфира. Но как? Последняя трансляция была сотни лет назад. Давным-давно меня заморозили, а разбудили совсем недавно. Ох ты, это удивительно. Вы прямо как мистер чудовищный из 83-х серии. Он же, пещерный человек, да, да, это он. Его нашли в айсберге рядом с гаванью. Ох, если вы только что проснулись. К нашему миру так сразу не привыкнешь. Это мягко сказано. Ситуация может показаться скверной, но мы должны пытаться ее улучшить. Кстати, у меня к вам вопрос. А что если б серебряный саван существовал? В черном тренче, с блестящим серебряным автоматом? Я собираюсь его воплотить. Чтобы он сражался со злодеями и был символом для всех нас. Конечно, Кент. Нормальный план. Не стоит принижать чью-то мечту. Даже если она слегка безумная. Я знаю, как это звучит. Я собрал свой собственный автомат. Он даже лучше, чем тот, в шоу. Но чтобы все получилось, мне нужна еще одна, самая важная, деталь. Настоящий костюм серебряного плаща. Один есть здесь, в Бостоне. Они сшили его для телешоу. Вы мне поможете? Я займусь этим, если заплатишь мне за труды. Я могу дать часть крыши к авансам. Только пообещайте, что поможете мне. Я достану для тебя этот костюм. Вы это сделаете? Правда? До того, как началась бомбардировка, они снимали первую серию про серебряного плаща в Хьюбрис комикс. Именно там вы его и найдете. Вы лучше всех. Вы говорили, что вывески с искной агентства Валентайна выглядят отвратительно. Ну и пускай, они же не для красоты, а для дела. Субтитры создавал DimaTorzok Я всем не запущу самодиагностику, Так что может уж не торопиться. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Да. Играет музыка. 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 Играет музыка.